Пешеходам приходится ходить по грязи и лужам, а водителям ездить по ямам и выбойным. В такой ситуации оказались жители шестого комплекса поселка ГЭС. Летом в одном из дворов микрорайона начался долгожданный ремонт дороги. Однако окончание работ до сих пор не предвидится. Почему? Смотрите далее. По таким дорогам только на танке передвигаться, ведь грязи они не боятся. А вот пенсионерка Лилия Михайловна боится. У женщины протез колена, поэтому ходить ей приходится очень аккуратно. Но соблюдать рекомендации врачей не получается. Сделать это не позволяет состояние местной дороги. Повсюду ямы и неровности. Ремонт этой дороги никогда не производился. В августе переулок юности полностью сняли асфальт. У нас тоже самое сняли асфальт. Но до сих пор ничего у нас не сделали. Все проблемы начались с ремонта переулка юности. На нем дорогу уже привели в порядок, а дворовую так и не доделали. У жильцов домов 620, 621 и 622 нет тротуара, поэтому ходят они прямо по дороге. Но после того, как дорожники произвели фрезерование асфальта, придомовая территория стала непроходимой. И чтобы не попасть в ямы, которые скрываются под водой, горожанам приходится обходить этот участок стороной. Старый слой асфальта сняли, а новый не положили. Более того, дорожники не завершили благоустройство переулка юности. Не до конца установили бордюрные камни, благодаря чему появилась лазейка для проезда машин. Образовался стихийный сквозной проезд. Дорогу делали, почистили, сказали, мы будем асфальтировать. А когда его асфальтировать, просто трактором каким-то прошли, прямее сделали. Вон, видите, какие лужи стоят, болото. Здесь обычно пенсионеры живут. И ходят и с палочками, и после операции. Я уже видела, женщина упала, и скорая увозила с седьмого этажа, подвернула ногу. Обновление этой дороги ведется по республиканской программе ремонта внутриквартальных дорог. На данный момент подрядной организацией выполнены работы по фрезерованию, подготовке поверхности к укладке асфальта. Работы будут выполнены при благоприятных погодных условиях. Либо в текущем году, либо уже в начале следующего года. По контракту, ремонт дороги в шестом комплексе поселка ГЭС должен быть завершен до 31 июня 2018 года. Напомню, на обновление внутриквартальных дорог из бюджета республики в этом году было выделено 250 миллионов рублей. Кристина Маматова, Дмитрий Кравченко, Ленар Мустафин, Челны, 24.